Сейчас ей 38, и многие ее считают бездарной, серой и невыразительной, хотя наша героиня снималась в Голливуде с Кирой Найтли и Кевином Костнером. И это неудивительно, ведь ее отчим генеральный продюсер РЕН-ТВ, фамилию которого она и носит. Как сложилась судьба матери-одиночки и красавицы-актрисы Елены Великановой. Она родилась и в Москве, и с детства росла талантливой девочкой. Играла на фортепиано, пела, занималась живописью и даже получила разряд мастера спорта, но выбрала лицедейство. Наша героиня носит фамилию отчима Дмитрия Великанова, который несколько лет возглавлял телеканал ДТВ. А теперь он генеральный продюсер РЕН-ТВ. Елена прославилась благодаря ролям в таких картинах, как «Попса», «Самый лучший фильм», «Ванечка» и «Джек Райан», «Теория хаоса», производство США. Ее карьера стремительно шла в гору до поры до времени, а вот свою личную жизнь актриса скрывает от общественности. Наша героиня не говорит о своем бывшем муже. Известно только то, что он бизнесмен, и в браке с ним Великанова родила сына Михаила. Но когда мальчику было только 8 лет, его родители развелись. Елена во время беременности набрала рекордные 20 лишних килограмм веса, но смогла взять себя в руки и быстро вернулась в прежнюю форму. Сейчас Елена Великанова много времени посвящает воспитанию ребенка. Миша уже 12 лет, и растет он талантливым, музыкальным и спортивным. Мальчик ходит на занятия восточными единоборствами и увлекается футболом. А вам нравится творчество Елены Великановой? Субтитры создавал DimaTorzok